Добрый день, друзья! Вот мы с вами находимся около Пенсионного фонда Российской Федерации на улице Шаболовка, дом 4, строение 1. Я здесь вот с одиночным пикетом вот развернул плакат, что Пенсионный фонд РФ это частная фирма и предыдущий ее директор стал долларовым миллиардером. И я требую, верните наши деньги, потому что деньги из Пенсионного фонда тратятся на что угодно, только не на их владельцев. Обратите внимание, внизу в углу написано Мельдоний, Сочи, Сирия, Крым наш. А нам что? А нам погосты, а нам могилы, друзья. И обратите внимание, колитесь, все потратили. Простите за просторечие, ну а как еще? Колитесь, все потратили-то. Потому что, когда спросили Путина с Шойгу, на какие деньги будет война в Сирии, они оба загадочно усмехнулись. Сколько из нас не доживает до пенсии? Я вложил в Пенсионный фонд Российской Федерации огромные деньги. Для меня очень большие деньги, я, честно, много лет трудился, серьезно, у меня большой стаж, только газетный, 15 лет, 3 года педагогического стажа и так далее. Я не давал согласия на то, чтобы у меня какая-то частная организация воровала деньги. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Воложенный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья, независимого журналиста, вестника, обозревателя и человека, стремящегося к правде. Так вот, в этой ситуации правда заключается в том, что я разрываю договор с Российской Федерацией, с этой фирмой, с которой договора никакого особо-то и не заключал. И деньги у меня, мои заработанные, забирались насильно и без моего на то согласия. Я требую, верните наши деньги. Дело еще и в том, что есть теперь прецедент, который Верховный суд той же самой фирмы Российская Федерация создал. Буквально на днях Верховный суд Российской Федерации принял решение, согласно которому родственники усопших должников автоматически получают наследство долги. И они должны кредиторам усопшего родственника. Если так, тогда верните деньги наследникам тех, кто не дожил до пенсии, тех, кто не получил пенсию в полном объеме. Куда делись эти деньги? Вот, друзья, какой вопрос занимает меня на самом деле. Пенсионный фонд Российской Федерации – это не государственная организация. И тем не менее, они, пользуясь фактически правом силы, на каких-то квазизаконных основаниях, месяц от месяца отнимают у работающих людей очень крупные деньги. Деньги эти не подотчетны, деньги эти вертятся, крутятся, как хотят, и деньги эти исчезают. Еще более тяжелая ситуация обстоит с откровенно частными, не аффилированными с государством пенсионными фондами, где деньги просто пропадают бесследно. Ну, собственно, и здесь мы с вами находимся у реальной сингулярности. Это за моей спиной черная дыра. Что ж, вот такие вот дела, друзья. Подписывайтесь еще раз, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описании к ролику и поддержите мой труд. Опять я сказал кролику. Ох, кролики, кролики. Вот плакат такой. Вот. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Верните наши деньги. Что ж, желаю вам доброго дня, а я продолжу стоять здесь за всех нас, и прошу вас, друзья, включить здравый смысл и подумать, что это такое. Мы живая нефть, им мало газа, им мало нефти, урана, природных ископаемых, земель всего. Они нас грабят на ежедневной основе. Пробуждайтесь.